Добрый день в студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях Алтайского края. Неделя алтайской муки и круп началась в регионе в Рабках, онлайн-фестивале «Алтайские продукты вкусно есть полезно». Как предприятия наращивают производство, расскажут наши корреспонденты. Во время празднования 290-летия Барнаула в городе будет закрыто движение машин на нескольких улицах. Схему движения краевой столицы узнаете в выпуске. Какая погода ждет жителей края в эти выходные, тем более, что для барнаульцев они будут особенно насыщенными. Подробности узнаете далее. Неделя алтайской муки и круп началась в регионе в рамках онлайн-фестиваля «Алтайские продукты вкусно есть полезно». Наш регион более 20 лет лидирует в стране по производству муки и 4 года по количеству сделанной крупы. Алтайские агрохолдинги, несмотря на большое количество уже выпускаемой продукции, постоянно наращивают свое производство. Так, например, в начале этого года на одном из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий края запущена новая линия продукции быстрого приготовления. Нам очень важно качество продукта, поэтому мы отслеживаем его на каждом этапе производства. Поэтому основная часть круп – это, конечно же, наше сырье. Мы производим гречку, горох, кукурузу, пшеницу, ячмень, овес. То, что идут у нас добавки ингредиентов, мясо, овощи – это, конечно, все закупное. Но здесь тоже идет отдельный отбор продуктов. Это только натуральный. Во время празднования 290-летия Барнаула в городе будет закрыто движение машин на нескольких улицах. Давайте посмотрим, где нельзя будет проехать на автомобиле. Поэтапно будут закрыты для проезда участки главного проспекта города. Четные и нечетные стороны проспекта Ленина в границах строителей и партизанской с 9 до 13 часов, а также нечетная сторона проспекта Ленина от Молодежной до улицы Димитрова с 13 до 21 часа. Чтобы все желающие барнаулицы и гости города могли посмотреть авиашоу, пилотажные группы Стрижи и праздничный фейерверк с 15 часов до 21.30 будут закрыты для движения участки улиц и проездов в районе Нового моста. Четные и нечетные стороны проспекта Ленина от Ползунова до площади Баварина, дорога от улицы Максима Горького до площади Баварина, а также съезды с Нового моста. Отдельные участки перекроют и вблизи мест проведения праздничных мероприятий на районных площадках и в пригороде. Также в Комитете по дорожному хозяйству и благоустройству транспорта и связи города сообщают, что после проведения праздничного салюта будет продлена работа общественного городского транспорта. С сегодняшнего дня движение транспорта по объездной дороге Барнаула будет работать в обе стороны. Работы на шоссе Ленточный Бор выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день они завершены примерно на 70%. Дорожники уже приступили к монтажу освещения, укреплению обочин, устройству автобусных остановок с заездными карманами. Позднее планируется установка барьерного ограждения для пешеходов, обустроить тротуары и переходы. Добавлю, с этой недели ограничения будут сняты, но поскольку работы на двух крайних полосах еще не завершены, передвигаться можно будет только по двум из четырех полос. Бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирину Долгову заключили под сражу. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по Алтайскому краю. В отношении Долговой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность. По данным следователей, осенью 2018 года Ирина Долгова организовала обеспечение своего знакомого дорогостоящим препаратом за счет бюджетных средств. Эти действия нанесли ущерб краевому бюджету. Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и предыдущим местам работы обвиняемых. Долгова задержана в порядке стадии 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время следователь Следственного комитета обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Для них квадрокоптер это не игрушка. Тихомнок парк Кванториум-22 представил Алтайский край на национальном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции эксплуатации беспилотных авиационных систем. Подробности узнала наша съемочная группа. Чтобы собрать квадрокоптер, ему нужно два дня. Кирилл уже два года обучается в технопарке Кванториум. Сегодня он представляет Алтайский край на национальном чемпионате WorldSkills Russia. Меня не сразу привлекли своими полетами, своей скоростью. Я пошел заниматься в Кванториум. Затем собрал свой коптер и понял, что мне это нравится, очень сильно нравится и стал проводить за этим ночами. В этом году компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем проходит в онлайн формате. Организаторы поставили перед участниками три задачи. Первая – запрограммировать на выполнение миссии дрон, который находится в другом городе. Далее определить причину поломки коптера по фотографии. Сегодня Кирилл пилотирует дрона в симуляторе. Он должен на скорость преодолеть арки, кубы и другие препятствия. В симуляторе практически достаточно точно моделируется и мир, в котором летает трасса для дрон-рейсинга, и непосредственно модели. То есть в большинстве случаев мы на занятиях тоже проходим симулятор, чтобы как можно меньше разбить или сломать модель свою. Имя победителя экспертная комиссия объявит через неделю. А пока Кирилл под прицелами пяти камер выполняет последнее задание и не сомневается в своих навыках. Для него квадрокоптеры – не просто хобби. Кирилл хочет сделать это своей работой. Анастасия Меншакова, Михаил Лифуншан. Новости. Стены стадиона «Коммунальщик», построенные еще в 90-х годах, украсят новые рисунки. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Находимся мы сейчас на стадионе «Коммунальщик». Именно здесь, на своей домашней арене, домашние игры проводит взрослая команда, женская команда, сборная команда «Алтайского края» по хоккейной траве «Коммунальщик». Сейчас в Суперлиге, стоит отметить, они занимают четвертое пока что место, имея в своем активе одну победу и два поражения. И здесь же, на этом же стадионе, занимаются юные хоккеистки детской спортивной школы «Юность Алтая». И вместе со мной директор этой школы Бондарева Лариса Викторовна. Лариса Викторовна, расскажите про открытие стены и проект художественного оформления стадиона. Как вам пришла эта идея в голову и кто принимал участие? Ну, идея пришла от моей коллеги Галины Дереглазовой, которая является членом родительского комитета нашей школы. Ну и вот с нами рядом стоит художник, который воплотил это все в жизнь. Мы хотели, реализуя этот проект, как бы не только регламировать наш вид спорта хоккей на траве, но и в то же время это как бы здоровый образ жизни привить тем людям, которые живут рядом, которые проезжают мимо. В общем, чтобы они знали, что здесь находится, потому что здесь именно коммунальщик. Ну что, давайте слово нашему художнику расскажите, сложно ли было все это превращать в настоящую красоту? Работа с художественной точки зрения, как бы она не сложная, но тут большие объемы, большой масштаб, то есть большие стены, это не кисточкой на альбомном листочке рисовать, это сотни тысячи квадратных метров, которые надо закрасить. И задача в том, чтобы это было читабельно, издалека красиво, ярко смотрелось. Ну, насколько я знаю, разрешено на этой стене ставить любому желающему свой отпечаток, поэтому давайте, с вашего позволения, мы попробуем что-либо сейчас вот здесь какой-нибудь отрезочек нарисовать. Давайте сперва вы. Теперь такое же движение я делаю вокруг. И к другим новостям. Какая погода ждет жителей края в эти выходные, тем более, что для барнаульцев они будут особенно насыщенными. Подробнее расскажет моя коллега Анара Шагирова. Впереди у нас действительно насыщенные выходные, мы с нетерпением ждем празднования дня города, и я думаю, жителям Барнаула Алтайского края было бы полезно узнать, как правильно одеться в ближайшие выходные и какие сюрпризы нам подкинет погода. Погода этой осенью выдалась крайне переменчивой. Летние температуры быстро сменяются дождями и холодом. Но, несмотря на неустойчивость температур и осадки, горожане надеются, что выходные проведут на свежем воздухе. В субботу пойдем на День города с детьми, а в воскресенье у нас будет съемка клипа, флешмоба. Возможно, на природу схожу, куда-нибудь в Нагорный погулять, если, конечно, не будет ливня. Я погоду еще не смотрел на выходные, но было бы неплохо сходить, прогуляться. Отдохнуть, может, за город, с друзьями встретиться. Основное такое. А если погода подведет? Да, я думаю, не подведет, потому что вроде должно хорошо быть. Но я думаю, еще баба билета застанем. Но если будет тепло, значит, пойдем гулять куда-нибудь в парк, в лес. Надо наслаждаться, пока погода есть. Но если дождик будет, значит, дома будем сидеть. Выходные района Алтайского края будут находиться уже под влиянием антициклона, с которым становится спокойно и преимущественно без остатков погоды. Но местами еще по северным районам 19 сентября пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в ночные часы будут колебаться от минус одного до плюс шести. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс восемнадцати и двадцати четырех. То есть ночью у нас ждут заморозки, а на следующий день вновь жара? Да, ночные часы, особенно в утренние часы, при прояснении в отдельных районах, в основном по западным районам, ожидаются заморозки. А в дневное время уже солнце прогреет до плюс восемнадцати и двадцати четырех. Причем воскресенье будет более теплое, чем суббота. Однако тепло задержится в крае ненадолго. Уже во вторник нас ждет похолодание. Ну а я напомню всем зрителям, что уже завтра, 19 сентября, Барнаул отметит свой юбилей. Телеканал Катунь-24 приглашает всех жителей и гостей краевой столицы на праздничную программу в честь 290-летия Барнуула. Трехчасовой концерт с участием любимых музыкальных групп города. Паприка, провинция, группировка Скайф и многие другие. Также гостей праздника ждут конкурсы и призы, вкусные наборы и сертификаты от наших партнеров. А также фирменные футболки телеканала Катунь-24. Приходите и побеждайте. Ждем вас в субботу на новой набережной Абис с 14 до 17 часов. А сразу после можно будет насладиться авиашоу с участием авиационной группы высшего пилотажа Российской Федерации «Стрижи». Не забывайте для своей безопасности надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Смотрите телеканал Катунь-24 и всего вам доброго.